Загрязнение окружающей среды в Бишкеке. Эта тема с каждым годом все чаще обсуждается. И сейчас можно сказать, что эта тема достигла, можно сказать, своего пика. По словам специалистов, главной проблемой является резкое сокращение зеленых насаждений в столице. При этом, как отмечают специалисты и экологи, сейчас большая часть насаждений именно сажается таким образом, что она соответствует законам моды, а не научным испытаниям. Причем в основном этот вектор моды направлен именно на европейские нравы. Однако те погодные условия совсем не соответствуют Кыргызстану и Бишкеку в частности. Пользоваться именно вот этим научным подходом и научными рекомендациями. А стали пользоваться вот этими всякими стандартами, которые существуют в мире для самых разных территорий. Они просто пальмы не сажают, потому что они не выживают. А так кому-нибудь это взбрело, они бы и пальмы втыкали, и бабы, и все что угодно. Потому что вот это вообще не озеленение выпендрешь. Важно отметить, что для любого крупного города, и таковым уже мало-помалу становится уже и Бишкек, главными его легкими являются крупные парковые зоны. И как раз-таки таким местом является и ботанический сад имени Гореева. Власть имуща уделяет ему много внимания, однако это не касается финансирования. В 2018 году средства были просто-напросто не предусмотрены. Что же касается следующего года, то там также все еще все под вопросом. На три года определяем. И поэтому на 2018 год эти средства не оказались через закон, не проведены. Но на 2019 год вот теперь будем больше внимания и уделять, и насчет средств. И как исход это сказывается на нехватку рабочих рук, что уже говорить о международном обмене опытом и семенами. Хотя в былое время ботанический сад имени Гореева славился не только на ближнем зарубежье, но и на дальнем. Финансирование, я уже его обозначил, это финансирование. Настоящее финансирование, в частности ботанического сада, имеет декоративную основу. То есть это финансирование осуществляется только лишь для того, чтобы сказать, да, у нас есть ботсад, да, вот там кто-то что-то делает, вот, и все. Впрочем, несмотря на это, стоит отметить общие усилия и слаженную работу всех сотрудников ботанического сада. Ведь благодаря их усилиям ботанический сад по-прежнему, как говорится, остается на плаву. Но главным вопросом является на сегодняшний день, какова же дальнейшая судьба ожидает сам ботанический сад. Ведь всех этих усилий не хватит на долгий срок. Для того, чтобы получить ответ на этот главный вопрос, мы встретились с специалистами и обсудили эту тему в нашей беседе, в специальной рубрике. Могли бы рассказать, в принципе, что касается ботанического сада, какие у него ожидают перспективы и в дальнейшем, как он будет вообще, в принципе, выглядеть? Самое главное, что сохранен основной капитал ботанического сада, сохранена его территория и сохранены его коллекции. И на базе вот этого капитала как раз разработан совместно с научными сотрудниками, лучшими архитекторами Кыргызстана и самыми ведущими специалистами по развитию ботанических садов мира. В этом году разработан генеральный план его реконструкции на территории Ахумбаева-1А, где мы сейчас находимся, как Азиатский горный сад, в котором есть объекты, которые будут поддерживать научную работу. Это теплично-питомниковый комплекс, хозяйственный комплекс, новые лаборатории предусмотрены, ботанические лаборатории предусмотрены на территории, а также инфраструктура, которая позволит горожанам погружаться в науку, чтобы наука была интересная, понятная. Мы запланировали на входе, во входной группе, у нас запланирован амфитеатр для массовых мероприятий, запланирован клан с под открытым небом, музей ботанического сада, а также большая входная группа с двумя конференц-залами, магазином, локерами и так далее. Сейчас не лучшее время, конечно, переживает ботанический сад, и финансирование его не просто маленькое, оно минимальное. Но при этом важно пережить это тяжелое время, потому что такое время пережили практически все ботанические сады. Кто-то его не пережил, и какие-то сады потеряли свои территории в СНГ. Многие ботанические сады сейчас развиваются и выглядят просто великолепно. Могли бы рассказать по поводу экскурсий, в принципе, проходят ли они здесь в ботаническом саду, и что есть такое удивительное, что бешкекчане, в принципе, не могут видеть в обычной жизни? Экскурсоводы есть в ботаническом саду, как среди сотрудников, на всех территориях ботанического сада проводятся. В прошлом году мы на этой территории открыли новый экскурсионный маршрут, который называется «Экологическая тропа», на которой можно посмотреть объекты не только природной флоры, но и также посмотреть объекты фауны. У нас обитает в ботаническом саду три краснокнижных вида, можно посмотреть животных, насекомых, птиц, и вот такая тропа здесь разработана на этой территории. Ну, у нас здесь обитают совы, обитают землеройки, всевозможные мелкие грызуны, обитают, вот я сам увлекаюсь птицами, в прошлом году за зиму я отфотографировал 25 видов птиц, нигде в городе Бешкек столько видов вы не встретите. Вот, из краснокнижных, в частности, у нас живет дятел, вот, живет безногая ящерица-желтопузик, она, многие ее к змеям относят, эта ящерица, она тоже занесена в Красную книгу, и встречали здесь два раза филина. На самом деле, очень важно сохранить эту частичку живой природы в самом центре столицы. Родион Рештов, Кудрат Ашмурзаев, 5 канал.